Эфир информационного морфода Фридом продолжается на телеканале Иои. С вами Денис Пахива. Скажем так, сделаю короткий итог, вот это минуты молчания. Для Украины, естественно, потери, их невозможно просчитать в долларах, в гривнах, в евро и так далее. Самый большой ресурс украинская, именно украинское население, украинская нация, именно вот сейчас ее уничтожает Владимир Путин вместе со своими войсками. Сегодня уже мы вам демонстрировали фотографии из Бучи, можем сейчас их снова показать. Это мирные жители, пригорода Киева, города Бучи, Киевщина, это украинский городок, европейский городок. Это люди связанными за спиной руками, женщины, мужчины, подростки. Разницы для российских войск нет никакой, кого убивать, кому стрелять в затылок. Я не могу сравнивать с тем, что делали нацисты во время Второй мировой войны, так как попросту не был свидетелем вот тех событий, тех преступлений против человечества. Хотя есть много фактов, я думаю, об этом можно говорить и о Нюрнбергском трибунале, и о том, что делали нацисты, то, что они делали геноцид буквально еврейского народа. Сейчас же российская армия совершает геноцид украинского народа, о чем не единожды говорили представители и украинской власти, и международной в том числе. Зачем мы ежечасно, ежедневно об этом говорим? Чтобы граждане Российской Федерации, граждане Беларуси, которые сейчас нас смотрят, понимали, те, которые сидят дома, что они тоже причастны к этим смертям. Естественно, вы не стреляли в условную жительницу Бучи, условную очень мягко сказано, очень грубо сказано, наверное, даже так. Вы не стреляли, нет, вы не держали пистолет в руках. Но пока вы сидите дома, пока вы не говорите, что путинской власти нет, вы также причастны к этим убийствам. Пока вы не выходите на улицы и не пытаетесь смести вот эту бандитскую власть, ее постов, вы также являетесь частью вот этого геноцида украинского народа. Я напоминаю, что Украина не будет подписывать любой вообще двусторонний мирный договор с Российской Федерацией. Об этом заявил советник руководителя Овся президента Украины Михаил Подоляк. Подчеркнул он, что в будущем это поможет избежать повтора сложившейся ситуации, именно подписание. Исправлюсь, буду подписывать договор. Давайте послушаем господина Подоляка. Ключевое для нас было в рамках переговорного процесса найти формулу безопасности Украины на долгие-долгие годы. То есть юридическую формулу, которая будет четко прописывать международное право и позволять нам получать рядом с нами другие страны, которые будут нам обеспечивать какие-то гарантии безопасности. Поэтому ключевое, на мой взгляд, 90% того, как должна закончиться эта война, это подписание договора гарантии безопасности для Украины, когда с одной стороны рядом с Украиной будут находиться государства с мощными армиями, в том числе с ядерным компонентом, которые в следующие любые конфликты сразу, как только этот конфликт начинается на территории Украины, будут стоять рядом с нами. То есть они берут на себя юридические обязательства. О подобном договоре рассказал больше Михаил Подоляк. Сейчас с нами на связи Андрей Адлигач, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета, генеральный директор группы компании «Адвантергрупп». Андрей, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Вы знаете, также в нашем эфире будем говорить далее с вами об экономике Российской Федерации, о том, как она меняется постепенно, о том, как ее убивают, добивают санкции. Давайте, если посмотреть на мирный договор исключительно с экономической точки зрения, почему нужен Российской Федерации здесь и сейчас? С экономической точки зрения России нужен договор, конечно, для того, чтобы каким-то образом избежать санкций, выйти из-под них или хотя бы предотвратить усиление санкций. Что там в усилении санкций? Там же ожидается в новых пакетах углубление эмбарга на энергоносители, распространение свифта, отключение от свифта других российских банков, и, возможно, санкции будут наложены на банки типа «Газпромбанка», через которые идут основные платежи, и Россия продолжает через этот банк закупать вооружение или товары двойного назначения. Также санкции будут расширяться на персональные санкции, на более широкий круг государственных, так сказать, деятелей. В общем, Россия, а для России эти санкции – это не столько экономическая проблема, сколько нарушение обязательств Путина перед своими вассалами, региональными лидерами и перед элитами, которым в обмен на лояльность обеспечено, в общем-то, не просто безбедное существование, а богатое существование. А так, не думаю, что в переговорах важным является народ, который действительно страдает, причем мы уже многократно об этом говорили, санкции, накладывая на Центробанк, народам не так, для народа не так видны и значимы. А вот то, что из продажи исчезает женская гиена, подгузники, бумага, вот это все существенным образом влияет на настроение в российском обществе. Пока еще, ура, патриотизм доминирует, но долго ли? Вот прекрасно кадры показывают полки. Постепенно будут опустошаться полки, поскольку уходят благодаря горизонтальным санкциям, санкциям, которые накладывают компании, уходят те или другие бренды. Пока еще не все. И пока еще эти санкции не настолько сильны. Мы недавно закончили аналитику. Представьте себе, что топ-50 международных компаний в России оплачивают порядка третий военного бюджета России. Фармацевтические компании платят налоги достаточно в год, достаточные для того, чтобы производить порядка 40 ракет-калибр в год. В общем, глобальные компании несут большую ответственность за продолжение финансирования путинского режима. Ну и постепенно начинают подключаться фармацевтические компании к санкциям. Банки начинают усиливать санкции. Ну а продуктовые компании, я надеюсь, такие как Danone, такие как Nestle, они в самое ближайшее время начнут уходить с российского рынка. О гражданском аспекте. Я напомню, что нашими зрителями также являются граждане Российской Федерации. Я бы, знаете, как это называл таким спящим все-таки инструментом? Пока что спящим, который в будущем, опять-таки, возможно, мы сейчас начинаем заходить в такие формы, возможно, невозможно, но, тем не менее, такой аспект, который впредь может давить на российскую власть, так как, ну, как вы уже сказали, ограничения именно для обычных россиян, они, ну, постепенно-постепенно зажимают их в определенные рамки. Андрей, если говорить о санкциях, их действий, их продолжительности, что самое главное, ведь каждая санкция, каждый пакет, каждая отдельная статья, она имеет свою продолжительность, правильно же? Некоторые санкции действительно имеют временной лаг, вот этот вот период, в течение которого они накапливаются, их сила, и тогда она становится видимой обществу российскому. Но есть санкции и есть очень четкие инструменты, которые сразу же влияют, дают сразу эффект. Этот эффект, это, например, замораживание активов за рубежом, это запрет на въезд для тех или других чиновников. Ведь по-хорошему, ну, давайте, раз уж у нас зрители есть и в Российской Федерации, они же это прекрасно знают, что властям плевать на них, плевать на солдатов и матерей, заваливая пушечным мясом Украину, уничтожая, конечно, украинских жителей, мирных жителей, но также уничтожая своих солдат, бросая их в мясорубку. Плевали власти на людей, но вот элиты, элитам друг на друга не плевать, они очень сильно зависят друг от друга. И санкции, которые приводят к тому, что прямо сейчас элиты теряют возможности для своей пенсии, на которую они так долго крали деньги и покупали себе виллы за рубежом. А сейчас это все превратилось в пыль. Вместе с яхтами, долларовыми счетами, недвижимостью, возможностями для детей, которые тоже теряют возможность учиться там. Вот они находятся уже в состоянии дискомфорта. И, конечно, мы не ждем бунтов в России, даже голодных бунтов. Слишком уж терпимо Россия к своим правителям. Но вот элиты точно нет. И постепенно второй, третий, четвертый круг начнут то ли региональные бунты, то ли бунты силовиков, то ли остатки чести генералов приведут к тому, что они откажутся выполнять преступные приказы. А ведь война перестала быть войной, а теперь это террористическая война. С использованием кассетных бомб, фосфорных снарядов, бомбежкой мирных жителей, недопуском коридоров для возможности уехать гражданам с территории обстреливаемых городов. Вообще это все превратилось просто в кошмар. И когда откроются глаза у элит, то я уверен, что Путину останется недолго. Вопрос даже не физического его устранения. Вопрос того, что просто второй, третий круг элит перестанет выполнять управленческие сигналы оттуда сверху. И тот останется в своем бункере без возможности влиять на события. А там пусть он хоть 9 мая празднует в этом бункере. Если подвести итоги темы санкций, давайте еще раз, скажем так, закрепим. Также важный аспект это то, что отменить санкционные ограничения быстро. Их невозможно. Условно говорим, если завтра Путин и Зеленский подписывают договор, и европейцы, и американцы говорят... Путин и Зеленский не будут подписывать договор. Мы это помним. Только договор вместе с гарантами безопасности. Ну давайте так. Если будет подписан мирный договор полностью по гарантиям безопасности, и Байден, Урсуло фон дер Ляйен, абсолютно Жозе Боррель, Шольц, Макрон, все говорят, Владимир Владимирович молодец, политик, лидер и борец. И все, говорят, что санкции отменяем, теперь окей. Быстро этот процесс не может же происходить. Правильно я понимаю? Какая-то часть санкций будет, конечно, снята фактически в этот же момент, но только незначительная часть. Плюс решение это подразумевает и освобождение Крыма, а не только освобождение Донбасса и уж, конечно, прекращение военных действий. Крым сейчас вынесен за рамки. Я так понимаю, финального решения. Хотя украинская сторона предлагает решение вполне адекватное для России в том числе. Но думаю, что санкции будут действовать до тех пор, пока в России не произойдет демилитаризация, депутинизация, денотификация. Пока Россия не станет цивилизованной страной. Ну а в любом случае механизм невозвратный уже запущен. И суть этого механизма отказ от зависимости западных стран от России, в первую очередь от российских энергоносителей. Ну и, конечно, уж точно товары двойного назначения не будут поставляться в Россию и западного мира. Добавим также информацию о том, что Bloomberg, говорят, уже отходя от темы непосредственно санкционных ограничений, хотя, в принципе, почему бы и нет. Без эмбарго на нефть и газ Россия заработает рекордные деньги в 2022 году. Если не будет введено эмбарго, РФ закончит 2022 с рекордным профицитом счета от текущих операций. В целом же в текущем году на экспорте нефти и газа Кремль может заработать 321 миллиард долларов. Это более трети превышает показатель 2021 года. Михаил Подоляк в своем твиттере, он довольно жестко прошелся в отношении украинских партнеров. Я цитирую. Санкций против Российской Федерации недостаточно, чтобы обвалить экономику России и остановить убийство украинцев. Необходимо либо прямой эмбарго на все российские энергоресурсы, либо непрямой эмбарго через закрытие портов для российских товаров. 85% на нефти это танкеры. И тут фраза, которую я должен сказать в эфире. Либо скажите нам, воюйте до последнего украинца. Давайте так, хочется услышать вот ваш анализ, вашу оценку подобного удара, что по сути дела эмбарго нефти и газа это главное. Это главное, чего требует и украинская власть также. Но почему-то, ну это то, к чему Европа придет через несколько лет. По крайней мере так об этом говорят европейские политики. Говорят, что для перестройки всей системы, логистики, то есть это большая на самом деле система, нужно как минимум пару лет. Мы делали детальный анализ по этому поводу. Конечно, основной газ и основная нефть идут все-таки из России трубопроводами, не танкерами, не в формате ЛНЖ. И основным покупателем является, конечно, Европа. У Европы есть альтернативы. Эти альтернативы, это, конечно, Соединенные Штаты Америки, и Соединенные Штаты Америки у себя и способствуют размораживанию по всему миру, размораживают запасы. Запасы нефти в первую очередь. На газ можно рассчитывать на катарский, хотя Китай старается противодействовать, но тем не менее Катар может даже в этом году уже как минимум на треть сократить потребление газа из России. Что касается нефти, дальнейшие возможности это Венесуэла и Иран. Поэтому так Соединенные Штаты торопят сейчас заключение ядерного соглашения с Ираном, для того, чтобы Иран примерно 100 миллионов тонн мог в год выдать на мировой рынок. И примерно на 100 миллионов тонн также может быть увеличена добыча в Венесуэле. Причем это вопрос уже не там нескольких лет, а вопрос одного года. Если несколько лет, то там может быть и 150 и больше миллионов тонн. Соответственно, я вижу, что в течение года можно сократить вдвое зависимость от энергоносителей российских Европой, и это уже даст существенное падение доходов российского бюджета. С другой стороны, ну хорошо, доллары получает Россия. На самом деле, для того, чтобы финансировать войну, России не обязательно иметь доллары. Они печатают свои рубли, которые уже никоим образом, курс которого никак не привязан к доллару, это абстракция, которая нарисована Центробанком России. И фактически доллары для продолжения войны не нужны. Доллары нужны были бы, если бы Россия сейчас стремилась восполнять запас ракет, но для этого нужно покупать компоненты, тайваньские полупроводники, покупать материалы из Германии, Словакии. Все это отрезано сейчас для России. Заместить это все китайским сырьем или китайскими полупроводниками теоретически можно, но на это уйдут годы для того, чтобы адаптироваться. Для того, чтобы начали летать самолеты, перевести с французских двигателей, я имею в виду сухой суперджет, на другие двигатели, до этого уйдут годы. Соответственно, в этом году нет перспектив для России перезапустить оборонпром для того, чтобы поддерживать продолжение агрессии. Нет, у России нет этого времени. Но санкции, конечно, должны усиливаться. И санкции эти должны усиливаться в первую очередь с непролонгированным, а сейчас мгновенным эффектом. Кстати, запасов даже украинских хватит Европе для того, чтобы провести ближайший месяц, я имею в виду газ. Еще одна важная тема, добавлю по поводу в том числе, и вы, кстати, сказали по Центробанку, да, Российской Федерации, зашел на сайт Центробанка РФ, ну, по 2 апреля 83.42 доллар, евро 92.14. Вчера была, позавчера 92.49 евро и доллар 83.40 соответственно. Такая ситуация валютная. Ну, так как вы говорите, что малюют, да, рисуют, по сути дела. Ну, а по-хорошему, если есть же ограничения, невозможно же купить доллар официально. И тут какая хитрость? Ты можешь купить доллар, уплатив комиссию, которая составляет 12%, но не можешь использовать его. То есть, фактически, получается, условно, за 85 рублей ты можешь купить 95 рублей. Вот и вся история с долларом. Ну, а курс действительно рисуется. Есть еще одна тема, Андрей, важная, мне кажется, по крайней мере, такое сравнение сделаем. Матву Шмаровецкий, пример Польши, он, обращаясь к европейским лидерам, было, кстати, много хороших таких заявлений, проукраинских, хочу сказать, проевропейских заявлений, как это ни странно звучит в отношении европейских лидеров, он критиковал очень сильно европейские страны за санкции, за недостаточно сильные санкции, так как, по его словам, давайте так, мы сейчас возвращаемся к теме рубля и к теме санкционного давления, я цитирую примера Польши, введенные против России санкции не действуют, о чем свидетельствует укрепление рубля. И с другой стороны, прогноз сокращения ВВП украинского в первом квартале 2022 года составляет 16%, годовое падение может достичь 40%. Это сказал Денис Кудрин, заместитель министра экономики Украины, по его словам, сильнее всего пострадали, понятное дело, я думаю, почему, авиационные, морские перевозки, а также сфера услуг. И знаете, как в том анекдоте, якось неудобно, с одной стороны, страна, которая сейчас самая санкционная страна в мире, более 5,5 тысяч санкций уже введено, которая находится где-то посредине между Ираном и Северной Кореей, и с другой стороны, страна без санкционного давления, но, естественно, с войной. Получается, военная агрессия, она давит на экономику больше, чем санкции. Тогда вопрос эффективность санкций, очень большой вопрос к этому. Вы абсолютно правы. В этом году украинская экономика до половины ВВП потеряет, не говоря уже о том, что мы за период с 2014 года, по началу этой фазы агрессии, потеряли порядка 250 миллиардов долларов, наша экономика. Прямые убытки для экономики составят примерно 600 миллиардов долларов. Соответственно, конечно, война ведется на территории Украины, не на территории России. И как бы мир не обещал помочь потом в восстановлении, мы пока не имеем четвертых гарантий. А то, что российская экономика упадет потом всего лишь на 10-15%, показывает действительно, что мир пока еще не предпринял самые разрушительные, самые решающие инструменты в отношении Российской Федерации. Я, конечно, не могу согласиться с тем, что мир совсем не применяет действия. Да, в отличие от 2014-2015 года санкции постоянно усиливаются, расширяется их география, отслеживается выполнение этих санкций. Сейчас новый пятый пакет от Европы. Но сегодня решающий день, поскольку последняя фактически сила, которая сопротивлялась единым европейским санкциям Бенге, сегодня сегодня выбор. Говорим огромное спасибо за ваш анализ. Будем также связываться с вами в дальнейших эфирах. И думаю, та информация, которую наши зрители получили, она такая пища для ума, для раздумий, а стоит ли дальше оставлять эту власть, имею в виду российскую, на их позиции, либо, возможно, нужно все-таки выходить на улицу и сносить ее куда подальше. Давайте так. Андрей Эдлигач, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета, генеральный директор группы компании «Адвантергрупп» был с нами на связи и на продолжение темы ограничений для жителей Российской Федерации. С 10 марта карточки россиян, мастер-карты в других странах стали просто бесполезными кусками пластика. Ими нельзя рассчитаться в магазинах, банкоматах, нельзя снять наличные. Из-за войны Российской Федерации против Украины по решению Европейского Союза, США, 7 российских банков не могут отправлять деньги за рубеж, в том числе при помощи информационной системы SWIFT. 5 банков из них, кстати, наложены санкции, о которых мы говорили ранее. Рубль стремительно падает. И в стране дефицит валюты, либо ее вообще даже нет. Центробанк России вводил ограничения на снятие и перевод самой валюты, естественно. И россияне ринулись дальше искать обходные пути, но не мне вам о них, я думаю, рассказывать. Какие лазейки сейчас можно использовать? Какие лазейки используются? Давайте посмотрим сюжет. Люди задают вопрос в духе, а как вывезти деньги из России в Финляндию или как с Германии перевезти в Россию? Все они надеются на какой-то простой способ. В духе, как Тинькофф с одной карты на другую, то есть ввести А и Б. А когда ты говоришь чуть более сложный способ А, Б и Ц, они уже как-то, а что, вот так вот нельзя напрямую, как в Western Union? Нет, напрямую больше нельзя. Российский блогер Назаренко в своем видео подробно рассказывает, как на рубли купить криптовалюту, а потом продать, получив евро или доллары. Под видео много вопросов. Добрый день. Тоже думаю о такой схеме. Но если нужно перевести от 800 до 1200 евро в Германию, гражданину Германии, могут ли там возникнуть проблемы с выводом? Придется ли декларировать? Ну или как-то так? Привет. Зависит от службы безопасности банка. Со стороны банка РФ проблем возникнуть не должно. Про законы Германии не знаю. Но вроде сумма не такая, чтобы сильно обратили внимание. Смотрите, многие страны, во-первых, уже имеют нормативную базу по работе криптовалют и криптоактивов. И по большому счету, сегодня ведущие криптобиржи уже согласились с тем, и многие из них, то есть мы уже отказались от работы с россиянами. То есть многие из них, да, я понимаю, что рынок неурегулированный и могут потенциально существовать определенные лазейки. Но это риски. Это сумасшедшие риски для тех, кто будет пытаться участвовать в этих схемах, скажем там, с россиянами. Еще один способ перевода денег за рубеж – открыть карту в другой стране. Вот один из туроператоров предлагает тур с завиза в Узбекистан. Стоимость от 300 до 500 долларов плюс столько же перелет. Могут попасть под вторичные санкции. Мы это все видим. И, например, перед этим была информация, что там некоторые швейцарские банки начинают открывать карточки россиянам и так дальше. То есть сразу же была определенная информация, сразу же была информация передана регуляторам. Сегодня они этого не делают. То же самое, я думаю, что если казахские банки или узбекские банки будут это делать, просто если они добровольно не откажутся, то санкции незамедлительно последуют. Хотя Казахстан заверил, что страна не будет инструментом для обхода санкций против России и меньше всего хочет столкнуться со вторичными западными санкциями, казахстанские банкиры даже удаленно открывают россиянам карты. Живите как прежде. Окунитесь в мир полной свободы с картами виза и мастер-карт. Стартап ИзиПэй предлагает россиянам получить казахстанский идентификационный номер, оформить сим-карту и по видео пройти собеседование с представителем банка. США, в принципе, начали делать то, чего они не делали. А в 2014 году они и Евросоюз, они стали действительно отслеживать, каким образом идут попытки обойти санкции. То есть они, опять же, не спеша, но их задача не просто на время вот этой войны отключить их, а потом снова все в порядке. Нет, их задача снести полностью этот режим. Всегда будет работать народный Western Union. Россияне создают чаты, группы, где ищут посредников, которые могут помочь перевести деньги. Однако мошенники тоже пристально следят за этими чатами. Так что велик риск быть обманутыми. Процветает и теневой рынок обмена валют, где так называемые менялы и их клиенты под риском административной или даже уголовной ответственности со стороны РФ продают и покупают доллары и евро, по курсу которой в разы выше официального. Дарья Вершиленко специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Напоминаем о том, что сегодня утром была обстреляна российскими войсками Одесса, а теперь вот эта информация официально подтверждена одесской мэрией. Еще раз, ночные ракеты по Одессе. Вот как российская армия якобы освобождает Украину, тут большие кавычки, больше чем столы Владимира Путина, от нацизма. Городские власти рекомендуют закрыть окна, не мешать соответствующим службам делать свою работу, что в принципе и понятно. Также призывают не публиковать фото и видео последствий удара не в телеграм-каналах, там у СББ, в вайбер-группах и так далее. Нас сейчас слушают и смотрят жители Одессы либо других украинских городов. Ни в коем случае этого не делать. Это может стать причиной наводки еще пары ударов российских оккупантов. Продолжая тему России, ограничений для Российской Федерации, что будет дальше для российских граждан, скажу точно, позитива мало. К окончанию топительного сезона Россия, погрязшая буквально в войне, а также санкциях, достает главный козырь, кладет его на стол Европы и Европейского Союза, это газ. Естественно, единственный инструмент Российской Федерации, которым она может условно гордиться. Путин вдруг требует рассчитываться не настоящими деньгами, то есть долларом и евро, а рублями, которые в мире, естественно, мягко говоря, не популярны. В ЕС на это довольно резко отреагировали, ответили категорическим «нет» со ссылкой на подписанные контракты. Напоминаю, в контрактах нет такого пункта, что если вдруг Путину вздумается платить, чтобы люди платили за газ рублями, сразу же европейские группы, европейские страны будут это делать. Ни в коем случае. Чем может закончиться вот этот газовый шантаж Москвы по отношению к европейским государствам, не только, кстати, европейским, давайте посмотрим. Заберите ваши доллары. Желая ответить на европейские санкции, Путин заявляет о переводе в течение недели всех расчетов за газ ЕС в рубли. Это попытка усложнить европейцам жизнь и укрепить павший до уровня туалетной бумаги рубль. Возможно, это презент такой для внутреннего потребления, когда Путин будет стучать кулаком по столу, а на выходе все будут платить, как и раньше платили. Мы видели эту ситуацию с внешними долгами России. Путин кричал, что он покажет всем Кузькину мать, а потом, как миленький, заплатил все в долларах. Возможно, ситуация с газом будет такая же. А если Путин перекроет вентиль, это будет просто прекрасно. Это будет самоэмбарго. Сейчас Европа не решается на это из-за экономических проблем. Но если Путин сделает так, это будет та же самая санкция, которую так давно просит Украина. Европейцы покупают 90% газа, 40% из которых в России больше всего в ЕС зависят от российского газа Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Финляндия 94%, Латвия 93%, Сербия 89%. Наименьшая газовая зависимость у Грузии, Румынии, Нидерландов, Франции, Словении, Венгрии, Польши и Литвы. На сегодня в странах Евросоюза нет другой возможности, как избавиться от зависимости российского газа. Все европейцы, все избиратели Европейского Союза видят, что происходит в Украине, насколько Россия жестоко относится к украинским гражданам, уничтожает всех подряд, включая стариков, детей, больных, и разрушает свою инфраструктуру. Поэтому мы наблюдаем колоссальное давление со стороны избирателей на политиков, на бизнес. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью Sky News Arabia, что ЕС откажется от российского газа в течение двух лет. Берлин, который планировал стать газовым хабом российского топлива, отказался от сертификации «Северного потока-2» стоимостью 11 миллиардов долларов, и теперь делают ставку не на российский трубопроводный газ, а на сжиженный газ из США. Для его приема немцы собираются построить два терминала на побережье Северного моря, рассчитывает Европа и на альтернативные источники энергии, солнце, ветер и биотопливо. Штаты уже заявили, что ЕС получит от США столько газа, сколько раньше поставляла Россия. Потребуется некоторое время, чтобы отрегулировать цепочки поставок газа и инфраструктуру, построенную в течение последнего десятилетия. Поэтому мы должны убедиться, что семьи в Европе смогут пережить эту и следующую зиму, пока мы создаем инфраструктуру для диверсифицированного, устойчивого и экологически чистого энергетического будущего. Европейская стратегия непростая, но понятная. За лето им предстоит найти новых поставщиков, экономить и невиданными темпами внедрять зеленую энергетику. А вот куда Россия будет девать свой газ? Вопрос хранилища не бесконечный. Придется останавливать добычу, что очень дорого, и прощаться с третью своего бюджета, который формировался за счет европейцев. Дарья Вершилинка. Специально для информационного марафона. Freedom. Телеканала UA. Субтитры создавал DimaTorzok